Приветствую! Как мы с вами знаем, ТЦК и СП начали издавать приказы, согласно которым военно обязанные мужчины от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП, не дожидаясь повестки, либо мобилизационного распоряжения. И такие приказы на сегодняшний день есть в Ивано-Франковской области, в Киеве. Сегодня подписчики скинули уже такой приказ из Черниговской области. И, конечно же, эти приказы породили волну страхов, что, мол, вот все, началась всеобщая мобилизация, ну и, мол, все пропало. И вот цель данного видео несколько пояснить эту ситуацию и хочу постараться вас успокоить. Почему так? Ну, во-первых, нужно вспомнить, что вопрос мобилизации урегулирован в первую очередь специальным законом, законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. В этом законе есть два вида мобилизации – загально и частково. Так вот, если мы посмотрим указ президента от 24 февраля 2022 года, то мы увидим, что загально мобилизация была объявлена именно тогда. То есть общая мобилизация уже в Украине длится сколько? Год и сколько? Четыре месяца, да, получается. Понятия «всеобщая мобилизация» в законодательстве вообще не существует. Поэтому на сегодняшний день принципиальных изменений нет, они отсутствуют. То есть как была у нас общая мобилизация, так она и продолжается. Но, конечно же, вы скажете, стоп, а что же означают эти приказы, почему они появились сейчас? И мы с этим сейчас разберемся, но перед этим я хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. В телеграм-канал я не только выкладываю свои видео, но также там есть и масса полезной информации, которая позволит вам реализовать ваши права. Итак, почему появились эти приказы? Потому что на сегодняшний день, спустя вот сколько, годы, четыре месяца боевых действий на территории Украины, государство так и не смогло разработать эффективный законный механизм мобилизации. И вот то, что вот это происходит на улицах, да, когда повестки выписывают люди, которые, ну, вообще-то и полномочий не имеют на выписывание повесток. Выписывается повестка в заранее проштампованный, пропечатанный, подписанный бланк. Ну, к закону, мягко говоря, это не очень вообще имеет отношение. Как выходить из этой ситуации? Ну, вот они придумали выйти таким образом. Что это значит для нас? Уже снимал отдельное видео, ссылочку на него поставлю в описании. Но сейчас скажу, что значит для вас такой приказ. Конечно же, каждого из вас интересует вопрос ответственности в первую очередь. А что будет, если я не знал вообще про такой приказ? Если я не явился по нему, будет ли какая-то ответственность? Как они в приказах пишут, что, мол, административная и уголовная ответственность сразу будет за уклонение от мобилизации. Вот здесь хочу вас успокоить однозначно, что ответственности административной, либо уголовной за неявку по такому приказу просто быть не может. Почему? Потому что в соответствии с действующим законодательством, военно обязанный должен явиться в ТЦК и СП на основании полученных им документов. Повестка, мобилизационное распоряжение. И это прямо указано в законе. Вот здесь пусть будет ссылочка на видео. Вы можете потом зайти, посмотреть его, где я подробно со ссылками на закон, показывая текст закона, разъясняю этот вопрос. Сейчас же просто придется поверить на слово, что за неявку по такому приказу ответственности не будет. Конечно же, как добропорядочные граждане, мы с вами все прекрасно помним, что в соответствии с Конституцией Украины у каждого из нас есть обязанность по защите государства. И понятно, что мы эту обязанность должны в соответствии с действующим законодательством исполнять. Но, повторюсь, неявка по такому приказу не повлечет за собой административной либо уголовной ответственности. Ну а если говорить о фактической стороне дела, да, почему появились эти приказы, то здесь стоит обратить внимание на то, что в СМИ уже пошла такая информационная волна потихоньку о том, что на осень готовится вторая часть контрнаступу. Ну и, соответственно, сейчас мы получаем что? Просто очередную волну призыва. И те из вас, кто следит за этой ситуацией, думаю, уже заметил, что вот призыв идет такими волнами. Повестки то начинают раздавать на каждом углу, потом чуть-чуть интенсивность снижается, потом снова такой рост пошел и прям вообще везде всеми вся раздаются повестки. Вот сейчас через вот эти приказы, да, сопоставив вот эту информационную волну и эти приказы, мы понимаем, что идет подготовка вот к тому самому второму контрнаступлению на осень. И сейчас набираются, соответственно, новые солдаты, да. Нужно помнить, что несмотря на то, что у нас есть вот эта обязанность защищать батькивщину, да, у нас в соответствии с законом есть и право на отсрочку. И государство уже определило эти правила. И, как мы с вами знаем, есть закон про мобилизацию. И в нем, в 23 статье этого закона, есть основания для отсрочки. Вот здесь я хочу призывать всех не к тому, чтобы вступать в конфликты с представителями ТЦК и ЕСП, когда они вам вручают повестку. Лучше обратите внимание на 23 статью. Посмотрите, что из того, что там указано, подходит вашей семье. Позаботьтесь о том, чтобы ваша отсрочка была подтверждена документально. Потому что под каждый пункт 23 статьи, под каждый абзац, есть, по сути, перечень документов, которые необходим для того, чтобы подтвердить эту отсрочку. И мы уже на практике знаем, что все эти правила работают. Просто нужно собрать необходимые документы и, если вас вызвали, предоставить эти документы и получить отсрочку. То же самое с выездом. Почему-то до сих пор многие не верят вообще, что из Украины можно выехать. В комментариях пишут, что все это ложь, кроме как за бабки не выедешь. Это не так. Есть правила пересечения границы. Давайте сейчас не будем говорить о том, насколько вообще запрет правильный. Мы будем исходить из фактического, из того, что мы можем на практике применить. И вот мы знаем, что есть правила пересечения границы. И там есть перечень случаев, по которым человек может выехать из Украины, даже во время военного положения в Украине. И мы знаем, достоверно знаем, что эти правила работают. И мы знаем, какие документы нужны для того, чтобы выехать. То есть это реально работает. Это проверено уже практикой, громадной практикой. Поэтому, друзья, вот здесь я хочу вас успокоить по таким, не знаю, там, трем пунктам, что первое, всеобщая мобилизация, какая-то нереальная мобилизация не началась. То есть как была общая мобилизация, так и осталась. То есть, грубо говоря, вот как мы начали переживать 24 февраля 22 года, так мы и вот остаемся на этой стадии переживания. Сейчас ничего из ряда вон не происходит. Второй момент. Несмотря на то, что идет мобилизация, есть основания для получения отсрочки от мобилизации. Кто бы вам что ни говорил, что, мол, отсрочку можно получить только за бабки, везде коррупция и прочее. Это не так. Отсрочку вы можете получить совершенно бесплатно, если у вас есть на то основания и есть соответствующие документы, которые это подтверждают. И третий момент, по которому хочется успокоить. Выезд мужчин из Украины во время военного положения. Он возможен. Просто нужно взять правила пересечения, внимательно их почитать, найти то, что соответствует вашей ситуации, собрать необходимые документы и вы можете выехать. Это все работает. Все реально, все возможно. Главное это делать. Главное не бороться, знаете, вот с ветряными мельницами, как многие там говорят, что я себя объявлю человеком и все, на меня не мобилизация, никакие запреты не распространяются. Ну, это абсолютно неконструктивно и не очень помогает. А вот что помогает, это документы, соответствующие с действующими правилами. Собираем, получаем отсрочку, выезжаем. Ну, если есть такие планы. Но это опять же для тех, кто не планирует там идти добровольно либо недобровольно по призыву в ЗСУ. Так, я думаю, что на этом все. Если вы считаете, что информация, которую изложил в этом видео, может быть полезна кому-то, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео. На канале вы можете также найти множество полезной информации по каждому случаю выезда. Подробно рассказываю, какие документы нужно для того, чтобы получить отсрочку. Отсрочку и так далее. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok